здравствуйте господа начинаем сегодняшний вебинар давайте напишем быстро видно меня слышно и начнем сегодня сейчас я посмотрю появился он не появился этот вебинар и начнем а я есть ура теперь вы меня видите ура сегодня у нас без всяких промедлений быстренько начался вебинар это очень хорошо одну минутку я вот так сюда нажму оставлю здесь по такую штучку минутку все все идет все хорошо нет моя жена хочет забрать цветы но забирай итак мне если честно не очень хочется отвечать на вопросы которые вы задаете объясню почему дело в том что это просто пользование и она не очень корректная случае если вы хотите чтобы вам кто-то погадал есть более дешевые способы это сделать так наш вебинар превращается просто в бесконечное гадание продам я когда в замуж выйду и так далее я считаю что это некорректно по отношению к своему учителю ну и из-за этого скорее всего если это будет продолжаться то я буду вынужден просто прекратить эти вебинары ну а я этого делать не хочу мне бы хотелось быть полезным для людей и быть более возможно может быть информационным а так приходить для того чтобы предсказать кому-то судьбу или сказать там жив нежив или когда я выйду замуж или когда я продам свой гараж или этом когда я продам в деревне свою хату которая находится почему я не могу продать в деревне дом своя где он находится он находится в 400 километров от города минска кто живет деревня там никто не живет там даже дороги нет ну странные вопросы такие знаете считаю что это не очень корректно ну что ж я сегодня собрал информацию и очень много вот так выглядит пачка информации которые бы мог давать людям и здесь лежит еще вторая пачка я прямо ничего не буду делать потому что у меня уже подготовленная информация есть и мне бы хотелось просто периодически давать вам информацию из одной пачки в другое хотел книжку в свое время написать но видимо не придется а буду эту информацию по чуть-чуть давать своих вебинарах самолет летит вы представляете сейчас я вышел как летит самолет а это очень хорошо если самолет летит а их раньше не было значит все будет хорошо я помню начала когда война начиналась я вышел себе в огород и живое в деревне поднял голову вверх вот так и увидел как во время великой отечественной войны летит шесть самолетов высоко в небе а под ними шесть вертолетов с буквой z и все они летели мимо нашего села на киев и конечно было это очень неприятно и страшно до скоро это все закончится и мы вновь заживем мирно дай бог и все будет жизни хорошо вы знаете я готов ко всему кроме войны когда война это неприятно поэтому если сейчас у нас летят самолеты значит скоро российских войск на территории украины не останется поэтому скорее всего этим все закончится и так обычно люди в своей жизни совершают ошибки и делают это совершенно неосознанно они не понимают почему это в их жизни происходит и так часто бывает что человек говорит моей жизни все обрушилось моей жизни ничего не происходит у меня не получается зарабатывать у меня нет хороших отношений в семье моей жизни полный там тоннель андрей андреевич в чем дело и так далее многие люди сами не осознавая живут просто на темной стороне этого мира дело в том что весь мир он устроен таким образом что человек активно очень активно сам этого не понимаю занимает сторону а стороны только две это добро и зло темно и белая сторона этих сторон немного как же нам разобраться с какой стороны мы находимся мы находимся как правило большинстве своем люди находятся как правило в темной стороне и очень часто такая тьма она еще более заставляет человека быть на темной стороне затягивая его к себе как определить на темной стороне вы или на светлой в случае если вы агрессивные нервные взбешенные вас депрессии ничего не получается болезни боли вы на темной стороне как же определить что это такое быть на стороне света или на стороне тьмы всегда должны помнить цвет это быть источником радости и создавать радость вокруг себя скажите начиная от вашего внешнего вида вы являетесь источником радости вы создаете радость вокруг себя как вы это делаете быть источником радости это быть с каким лицом это быть с лицом уксуса и пахнуть на полтора метра скажите быть источником радости это быть человеком который ненавидит весь окружающий мир быть источником радости это быть человеком который очень агрессивен зачем вот сегодня человек написал 5 негативных сообщений это было в два часа дня ехал там куда-то и смотрю машине 5 негативных сообщений в ю тубе там и так обозвал и так обозвал и так я думаю слушайте я могу себе позволить не работать своей жизни но я работаю а он может ему нужно работать просто все в его жизни что его заставляет приходите писать сообщения в ю тубе неужели у него так много денег что он парсит этот youtube ищет что-то и пишет там бесконечно плохие сообщения что с ними с этими людьми у них все плохо у них нет работы у них плохо в их жизни и они ничего не предпринимают они просто ругаются просто что-то делают просто всех ненавидят просто ищут возможности чтобы занять для того чтобы напиться и потом обвинить весь мир своей несостоятельности дам и так вернемся к свету свет конечно же как там гребенщиков грибенщиков пел бог есть свет и нет в нем никакой тьмы да и с ним согласен бог есть свет и нет в нем никакой тьмы помните наверное заповеди иисуса христа там не убей не укради и так далее но есть еще одна тайная заповедь это тайная заповедь это не обмани почему дело в том что самая печальная самая гадкая заповедь которая не была сказана вслух но которая является отчасти еще эзотерической заповедью это заповедь в который Иуда предал Иисуса Христа, то есть человек, к которому хорошо относились, который имел братьев рядом с собой, которые были для него хорошие, и он их предал. Я считаю на сегодняшний день вот такое предательство, когда предают семью, предают близких, предают своих детей, когда предают внутреннее состояние свое, особенно по отношению к родителям, когда предают родители, плохие, хорошие, неважно, когда предают жену, предают мужа, предают детей, предают семью, когда это, причем это просто так, делается без особых причин, то есть это может быть не обязательно сексуальные предавания, это могут быть такие, когда там с одним человеком или там в семье, я тебя люблю, я тебя люблю, а с подругой он такой плохой, он такой плохой, фактически предавая того человека, который рядом находится. И после этого человек говорит, я болею, у меня плохо, почему в моей жизни меня не любят, ко мне не хотят прикасаться, обо мне не хотят думать, я так дарю всем любовь, а у меня все очень плохо. Ну вот отчасти из этого. Человек очень часто выбирает для себя не свет, он выбирает для себя быть источником страдания и создавать страдания вокруг себя. Как человек это делает? Он делает это критикой, руганью, выяснением, обманом, некомпетентными высказываниями, обвинением, желанием столкнуть людей лбами, опорочить людей, сказать наоборот, сгустить краски, навеять тревогу. Зачем нужно этим людям, как ни странно, когда тьма входит в человека и возбуждает у человека эти элементы, неважно под какими красками, то есть этот человек может быть христианином, может быть верующим или даже занимать какой-либо пост духовный и так далее. В него входит тьма и он начинает оморочать, он начинает сталкивать людей лбами, он начинает обманывать, он начинает вводить людей в тревогу и так далее. Зачем ему это нужно? Это все доставляет такому человеку наслаждение. И радость внутреннюю за счет того, что он это делает. Такие люди должны знать, что в случае, если вы испытываете радость от того, что кому-то плохо, испытываете радость от того, что кому-то больно, испытываете радость от того, что вы ненавидите, особенно близких людей, и вы от этого испытываете радость, от того, что человеку больно, от того, что человеку плохо, от того, что человек страдает, мучается, истинается и так далее, То вы должны знать Что вы в дальнейшем будете 100% очень болеть Очень страдать Это скорее всего говорит о том Что в вас находится тьма И вы ее поддерживаете Участвуете в этом А люди которые поддерживают вас Являются вашими подельниками Предателями света Выберите для себя Вы кто воин света Если вы воин света То будьте источником радости Создавайте радость Создавайте для людей радость Создавайте вокруг себя радость Поддерживайте если кому то плохо Делайте все для того чтобы Радостные события ассоциировались У большинства людей конкретно с вами Вся система так устроена Человек устроен по принципу Я уже этот принцип называл Принцип воздушного шара Мы в нашей жизни Живем по принципу воздушного шара Для того чтобы мечты наши Исполнялись нужно чтобы шар взлетал Тогда будет все как нам хочется А когда шар падает Так вот есть возвышенные мечты А есть упаднические мечты И они контролируются нашими чувствами Если у человека чувства плохие Он вредничает, не нравится, обижается, злится Переживает, беспокоится Ну и так далее То эти чувства Вот бесит что кто то есть неправильно Бесит что там не так Кто то к нему относится Бесит Вредничает от того что там Что то не так как он хотел Переживает по поводу чего либо Кстати не важно от чего Не важно по поводу чего Главное что переживает Все это делает его шар тяжелым Этот шар тяжелый Он скатывается Не напрасно в народе говорится Что вот надо же Так скатился человек Почему он скатился Сначала скатываются А потом оскатимливаются Почему? Потому что человек скатывается Когда это человек угрюмый Когда человеку все не нравится Когда он не работает над тем Чтобы быть на стороне света Чтобы создавать визуально Внутренне И искать возможности Испытывать хоть какие то маломальские состояния Хотя бы небольшой радости в своей жизни Сейчас я посмотрю Звук есть или нет Когда война Это неприятно О И конечно Когда такое происходит То человек говорит Сначала он скатывается А потом оскатимливается А что такое скотиница? Это когда человек не хочет Ничего для близких Не хочет ничего для себя Он хочет только два элемента Он хочет есть Хочет секса Хочет денег Все остальное для него не важно Это такая вот традиция Когда говорят Все остальное не важно Главное косить бабло Главное посылать Быть Сейчас вообще мода такая Знаете Быть негодяем Быть сволочью Быть человеком Который ругается Быть человеком Уставшим от алкоголя Быть человеком Который со всеми гуляет Это модно То есть таких людей Как я Их очень мало Почему? Потому что мир так устроен Для чего это нужно Оскатимливание Для чего нужно Сделать из людей Людей, которые должны В тьму впадать Это люди без шансов Дело в том Что мир так устроен Как ни странно бы Это звучало Что в случае Если бы эволюция Шла по принципу Где все друг друга Уважают Уважают свою жизнь Уважают Те, кто рядом Уважают Своих детей Свою землю Уважают И культурно Относятся Благодарят Чувствуют трепетно Отношения этих людей Стараются Что-то для них делать Уважают Политическую систему Уважают Вообще все уважают 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 Бога Уважают Мать Уважают Уважают Сестру Уважают Брата Уважать Это не хамить Знаете Это не грубить Это не ненавидеть Уважают Это Заботятся О них Думают О них Хотя бы Знаете Тепло Хотя бы Думают Потому что Сейчас даже Такое Дошло до того Что человек Может там Три рубля дать А потом Ненавидеть Искренне Знаете Как много людей Рассорились И не хотят Друг с другом Общаться А мир Так устроен Что в этом мире Создан мир Таким образом Что у людей Есть возможности Изменить этот мир И все люди Могли бы быть Богатыми Счастливыми Случай Если бы У всех Была культура Если бы Эта культура Была с самого рождения Если бы Все друг друга Обожали Как сказал Лао Цзи В книге Дао Цзи Цзин Если люди Любят царя Царь любит людей Таким образом Культура Могла бы Объединить людей Она бы Могла сделать Мир прекрасным Культура к земле Культура к природе Культура к людям Культура к близким Культура Это хорошее И теплое отношение Это Спасибо Пожалуйста На вы Спасибо Пожалуйста Уважение Женщин И так далее Вот это И называется Культура Для чего Делают так Чтобы люди Бескультурились Для того Чтобы люди Для чего Делают так Чтобы люди Оскотинливались Почему ругаются Ругательства Они связаны С тем Чтобы человек Был там Скотиной Сволочью Еще чем-то Все что связано С животными Для того Чтобы человека Интересовали Только скотские Желания Чтобы поесть Поспать И с кем-то Переспать Ну и страхи Ведь сейчас Много информации Какой Бойтесь Ее условно Можно убрать Если посмотреть Честно Информацию Которую Дают Которую Мы получаем Информационную Любую информацию И убрать слова Оставить чувства То есть Вот Убрать Полностью слова И Оставить чувства Допустим В фильме Который Называется Москва Слезам Не верит То есть Там Выглядит так Беспокойство Разочарование После этого Любовь Надежда Труд Везение Успех Счастье Радость Любовь То есть Дальше Еще там Можно сказать Верность То есть Вот Видите А если сейчас Новости Просматривать То что будет Будет так Страх 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 Ненавидь 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 Страх 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 Ненавидь 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 Но это все Орошается Скотины Скотины Сволочи Негодяи Они и такие Они и такие То есть Это выглядит Сейчас на Просто Гавканье Просто Буллинг Гавканье Ненависть Подливание Этой ненависти Для чего Это делают Мы теперь знаем Что в случае Если у человека Плохие чувства То он всегда Скатывается А если человек Скатывается То его мечты Не выполняются И он будет Вынужден Всегда работать На кого-то Именно поэтому В случае Если у человека Много негатива В случае Если человек Злится на весь мир В случае Если он Ненавидит То у него Не будет получаться В его жизни Предпринимательство Предпринимательство У такого человека Будет иметь Всегда определенные Трудности Почему Ему будет легче Устроиться Работать на кого-то Строить систему Там предпринимательства Работая на кого-то И так далее Ну знаете Из миллиона человек Там Не более 200 Будет богатых Остальные будут Влочить Бедственное существование Почему Эксплуатация Потому что Потому что Люди будут такие Ни во что не ставятся Таких людей Даже В эзотерике Которую не я Кстати преподаю Их Они такие люди Люди в индийской Эзотерике Таких людей Называют черню То есть Это люди Душа которых Черства Или зачернглена Или стала черной Что это обозначает Нет радости Это душа Знаете Не критика Вот как мир устроен Детей критикуют Так вместо критики Хвалите Ругань Не ругайте А хвалите Выяснение Вместо выяснения Плечо подставки Вместо оскорбления Скажите Насколько вы близкие Насколько Некомпетентные высказывания Зачем врать Можно промолчать Перетерпеть Столкнуть людей Между собой Лбами Или между людьми Столкнуть Что-то Вам с этого Что когда кому-то плохо Вам хорошо Зависть Вместо зависти Скажите Скоро у меня Это будет Тогда это будет Уже Задачей В вашей жизни Стремитесь К тому Чтобы это В вашей жизни Было Мадави Смотрю Улыбка На вас Появляется Каждый день Прохожу Сангая Мантры Коды Практики Весь день С вами Под ваши Мантры Просыпаюсь Засыпаюсь Хотела спросить Я боюсь Очень хочу Открыть Ясновидение Как побороть Страх Видеть Селярвы Нет Дело в том Что ясновидение От того Что вы говорите Имеет Разницу Дело в том Что когда человек Открывает Ясновидение То это Так же Естественно Как Чесаться И ясновидение Это более Техническая Такая Система Когда человек Открывает И думает Что открывает Ясновидение И у него Появляется Галлюцинация То галлюцинации К ясновидению Никакого отношения Не имеют Обычно Человек Болеющий Шизофренией Или Шизотипическим Расстройством Или Какими-либо Психическими Заболеваниями Состояние Обострения Может видеть Галлюцинации Так же Во время Делирия Алкогольного Либо Во время Опьянения Наркотического Многие люди Начинают Видеть Галлюцинации Вот эти Галлюцинации Они Совершенно Никаким Образом Не связаны С тем Что я Называю Ясновидением Это Связано С Иллюзорным Миром Если Вы будете Такое Видеть Вы будете Бояться А если В обычной Жизни Вы начнете Что-то Просматривать То Это Будет У вас Как Открыли На Время И Закрыли На Время И Там Бояться Этого Совершенно Не Стоит Вообще Обычно Ясновидение Это То Что Развивается На Хорошего Он Не Предскажет Такой Человек Сам Себя Настраивает Просто На То Чтобы Видеть Только Плохое То Из Того Что В жизни Человека Будет Появляться Он Сможет Видеть Только Плохое Если Человек Настраивается На Тепло То Он Будет Видеть И Хорошие События И Будет Предсказывать И Хорошие События И Плохие То Картина Жизни Для Будет Расширяться Кстати Несколько Слов Я Приглашаю Вас На Свой Вебинар Который Пройдет На Следующей Неделе Который Называется Обрядовая Магия Это Уникальный Удивительный Семинар В котором Я Буду Рассказывать О том Как Проводить Правильно Обряды Я Буду Рассказывать Как Устроен Человек С Позиции Обрядовой Магии Каким Образом Человек Может Преобразовывать Помочь Другому Человеку Стать Богаче Или Помочь Человеку Избавить Его От Алкоголизма Как Снять Привороты Как Сделать Так Чтобы Человек Который Бросил И Ушел От Женщины Вновь Вернулся Как Сделать Так Чтобы Любовь Появилась Как Поднять Ментально Человека Что Такое Выкуп Как Работать С Обетами И Там Куча Всего Что Такое Обрядовая Культура Что Такое Этика Обрядовой Культуры Что Такое Система Агни Каким Образом Происходит Работа В Шамаизме И Самоизме Как Работают С духами Какие Приносят Просьбы Что Такое Тхарваведа Что Такое Слага Тхарваведы Какие Есть Особенности Как Просматривать Порчи Сглязы Проклятия Там И Кучу Кучу Всего Информации Огромное Количество Будете Как Подготовить Место Для Проведения Обряда Как Делать Обряды Пассивно И В общем-то Все Что Связано С тем Что Я Называю Эзотерическая Обрядовая Магия Очень Интересный Семинар Я Многое Из этого Скорее Всего Знают Те Ученики Которые Прошли Семь Ступеней Моей Школы Но Многое То Что Я буду Давать Неизвестно Сагни Как Проводить Как Найти Как Провести Ребенка Если Он Родился Мертвым Как Поменять Имя Как Найти Имя Ну И Там Очень Много Всего Прям Очень Большой Такой Пласт Информации Также Уже В Первых Числах Октября Пройдет Семинар Который Называется Десятидневный Семинар Марафон Здоровья Где Я буду Днем Заниматься Лечением А вечером Объяснять Что я Делаю Днем И Проводить Вот такие Мастер Классы То есть Утром Я работаю Над тем Чтобы Помочь Человеку Вечером Объясняю И обучаю Тому Как Стать Целителем И каким Образом Работать В дальнейшем С человеком Или с людьми Очень Интересный Будет Марафон Рекомендую Это впервые Такой Формат Я буду Использовать Где С утра Я занимаюсь Лечением А вечером Я занимаюсь Обучением Такие Вот Интересные Форматы Будут Очень Интересно Присутствовать Пожалуйста Приходите На сегодняшний День Формат Стал Дешевле Вы можете Десятидневный Курс Получить За Гораздо Меньшую Сумму Денег Далее Есть Если у меня Дар Помогать Людям Конечно Друзья Мои Я делаю Это С удовольствием У меня Есть Такой Дар Могу Ли Я вам В чем Либо Помочь Смотрите Прямо Сейчас Повернитесь К экрану Вашего Ноутбука Или Телефона Затылком А я Подожду Две Минуты Как раз Мне Нужно Скопировать Прямую Трансляцию А вы Как раз Повернетесь А я Как раз Все это Сделаю А еще Хочу Сказать Мое Имя Отчество Андрей Андреевич А Анатолий Михайлович Это Общ Это Имя Отчество Анатолия Михайловича Кашпиров Который Кстати Говорит Оо мне Плохо Флаг Ему В руки Я На дедушек Не Обижаюсь Ну И На самом Деле Плохо К нему Не Отношусь Странный Дедушка Сказал Что Ему Нужно Поставить Памятник Потому Что Он Очень Много Людей Потому Что Благодаря Ему Очень Много Людей Стали Здоровыми И Хорошо Было Обращать На Ну что ж Очень Странно Знаете Не знаю Кто там Рядом Находится И говорит Обо мне Плохо Я Собственно Говоря Против Кашпировского Никогда Ничего Плохого Не имел Мне он Что есть Что его Нет Вообще Я хочу Сказать Вам Что Как По Мне Я Исключительно Занимаюсь Своим Бизнесом Своей Семьей Я Не лезу К людям Если Кто-то Хочет Пройти Мои Семинары Пусть Покупает Проходит Но Такого Нет Чтобы Я Говорил Тебе Обязательно Нужно Срочно Это Делай Это Не Единственный Хлеб Который Меня Кормит Поэтому Я могу К этому Относиться Более Менее Спиной А Я Проведу Обряд Я Мысленно Прикоснусь К Вашей Голове Своими Руками И Сделаю Три Выдоха При Этом Я Вот Так Обведу И Представлю Будто Все Вы Здесь Находитесь И Уберу У вас Все Заболевания Позвоночника Сразу Хочу Сказать Сегодня Он И Завтра Будет Болеть Как Никогда А Вот До Конца Следующей Недели Перестанет Болеть И Это Будет Работать Один Год Пусть Работает Один Год Триста Шестьдесят Пять Дней С Этого Дня И Триста Шестьдесят Дней Могу Вам Сказать Что Все Люди Которые Посмотрели Этот Обряд В записи Дальнейшем Могут Его Посмотреть Еще Раз Если Нужно Данный Обряд Будет Работать Со Всеми Кто Посмотрел И Позвоночники Ваши На протяжении Недели Двух Перестанут Болеть Вот Так Здравствуйте Андрей Андреевич Вопрос Поясновидения Насколько Наша Жизнь Уже Написано Мы В школе Постоянно Меняем Свою Судьбу Как Это Все Работает Наша Жизнь Написана В двух Элементах Она У нас Написана В элементе Нам Кажется Что Мы Все Живем В одном Мире На самом Деле Мы Живем В мире Которая Меняется Глобально Кибернетически У каждого Человека Свой Персональный Мир В моей Жизни Такое Было Если Долго Заниматься Эзотерикой Это Конечно Покажется Шизофренией Но Тем Не Менее Возможно Кто-то Мне Поверит Возможно Нет Но Я Расскажу Такую Историю Для Вас В моей Жизни Была Ситуация Когда-то Мы Жили Вместе С моей Женой И Маленькими Детьми Они Только Родились Родилась Маша Слава Уже Большой Был Эдик С нами Жил И Мы Жили В двухэтажной Квартире Такой В центре Города Киева И Ко мне Приехал Мой Племянник Евгений И Я ему Предложу Чтобы он На втором Этаже У нас Там В спальне Одной Спален Пожил И Утром Я Проснулся Поднялся Чтобы его Позвать На утренний Завтрак Уже Завтрак Стоял На столе Увидел Его Он там Ковырялся В вещах Говорю Ему Женя Как дела Обнял Говорю Как дела Хорошо Спускайся Покушаем Вместе И Поедем Вместе На работу Хорошо Да Когда я Спустился Вниз Говорю Своей Жене Соня Надо Подождать Женю Потому что Он сейчас Спустится Мы вместе С ним Поедим Она Говорит Андрей Нет Нет Жене Нет Он уехал Час назад У него Какие-то Дела С документами Он уехал Час назад Нет Нет Ты ошибаешься Я с ним Разговаривал Ровно Пять минут Назад На втором Этаже Она Мне Говорит Нет Нет Он уехал Час назад Я говорю Ну не может быть Взял телефон После этого Ему позвонил И оказалось Что он действительно Час назад Уехал С документами За документами И тут Такой вопрос С кем я Обнимался С кем я Разговаривал Я знаю Сто процентов Что найдется Тысяча Просто людей У которых Были Подобные Ситуации Это Равномерность Того мира В котором Мы живем Она Имеет Миллиард Вариаций Для каждого Человека Происходит Своя Вариация Все это Находится В определенном Таком Математическом Кубе Где Каждый Человек Может Изменить Свою Судьбу Если у Него Есть На это Желание И Одновременно Каждый Человек Кто верит Что его Судьба Предписана И он Изменить Не может Живет Тоже В том Мире Который Он Верит Таким Образом Один Человек Будет Говорить Если Судьба Предопределена Ничего Невозможно Изменить В случае Если Есть Скоропостижная Смерть У человека Это Написано Обычно Это Видно И Большинство Людей Которые И Такие Возможности Как у Меня Могут Это Предсказывать И В общем То Видят Но В случае Если И Изменить Невозможно Я пытался Это Изменить Тысячу Раз Знаете У меня Были Такие Ученики Которые Приезжали На Морской Курс Один Раз Была Такая Ситуация Приехал Парень С мамой И Я Этого Парня Отвел В сторонку И Говорю Смотри Сейчас Есть Девочка Если Ты На Ней Женишься Она Из Очень Хорошей Семьи Вы Проживете И У Тебя Будет Великолепная Судьба Но Если Ты Уедешь Откуда Ты Там Родом То У Тебя Будет Плохая Судьба И Есть Такой Вариант Что Ты Можешь До Следующего Года Не Дожить Скажите Я Ему Не Сказал Умрешь Нет Смотрите Я Ему Сказал До Следующего Года Можешь Не Дожить Я Это Сказал Его Маме Я Говорю Вот Хорошо Было Если Он Женился Потому Что Какие Такие Большие Неприятности Что Он Может До Следующего Года Не Дожить Вот Скажите Я Официально Ему Сказал Что Вот Женись А Девочка Как Хотела Этого А Девочки На Мама Как Хотела А Сделай Предложение Здесь Потому Что Показывали Мне Что Если Он Сделает Ей Предложение И Женится На Ей То Тогда С Ним Все Будет Хорошо Но Так Не Произошло Я Не Знал Каким Образом Его Жизнь Закончится Он Работал Лесником И Для Китайцев Которые Находятся Там Где То Рядом С Китаем Жил Он Уходил В лес И В этом Лесу Для Себя Ну Это Россия Знаете Там Китайцы Свободно Выпиливают Все Ну И Его Съел Медведь То есть Он Его Загрыз И Мама Его Говорит Андрей Андреевич А что Вы Не Сказали А что Я Не Сказал И Здесь Вот Такой Выбор Был Ли У Человека Выбор Был Да Но Просто Выбор Человек Обычно Не Делает Почему Да Никто Ничего Не Слышит Даже Я Ничего Не Слышу Знал Я Прекрасно Что Будет Война Что Будут Падать И Мне Показывали Это Я Это Говорил В Тюменской Ступени Когда Еще Войны Даже С Донецком Не Было Что Будет С Украиной Война И Россия С Украиной Будет Воевать Что Будет На Самолетах Бомбиться Киев Что Будет Обстреливаться Харьков И Это Все Будет Происходить И Тогда Все Поулыбались И Никто В это Не Верил Сам Не Верил Иногда Ляпну А потом Думаю Зачем Мне Это Вообще Не Обходимо А Вот Оно Произошло Знаете До Последнего Момента До Последнего Момента Как Упертый С Открытыми Глазами Сидел И Не Верил Уже Бомбы Падали У нас Здесь Гром Видно Было Зарево Над Городом Киевом И Так Далее И Уже В Этот Момент Не Верилась Не Верилась Что Она Будет Она Была Она Есть Поэтому Каждый Человек Имеет Для Себя Свою Персональную Судьбу Если Он Стремится К Тому Чтобы Эту Персональную Судьбу Исправить То У Него Есть Выбор Быть На Стороне Света И Прожить Великолепной Судьбой И На Стороне Тьмы Прожить Судьбу Плохую У меня Была Интересная История Когда-то У меня Есть Друг Марк Его Зовут Он Сейчас Живет В Израиле Очень Такой Состоявшийся Человек Владелец Владелец Но знакомый Больше Тридцати Наверное Трех Лет Ну Я его С раннего Возраста Знаю Я имею Связи С Этим Человеком Семейный И Он Уже Взрослый Очень Сейчас Даже Можно Сказать Престарелый Такой И так Далее И вот Его Отец Когда Шла Великая Отечественная Война Они Находились В Польском Гетто Он Был Евреем И В этом Польском Гетто Не попали Там Никуда Но Одна Из Особенностей Было У них То Что Отец Максимально Старался Всех Поддержать У них Было Улыбки У них Была Какая-то Радость Он Старался Хоть Чуть Там Песни Попеть То Он Запрещал В семье Всем Страдать То Даже Прятались Ничего Было Есть Было Все Очень Плохо Но Он Старался Делать Вот В субботу В воскресенье Старался Хоть Что-то Делать Вот Он Поддерживал Девочек Поддерживал Этих Мальчиков Все Были Детьми Он Очень Похудел Даже Переболел И так Далее Ну Там Невеселая История Но И Бабушка Всю Жизнь Вспоминала Это И говорила Нам Эта Поддержка Помогла Они Могли Жить Даже В Жутком Страшном Ужасе Хоть Какое-то Время Мечты Его Украсть Никто Не Может А уж Если Мы Мечты Извините Закакаем То Тогда Как Жить Потом Поэтому Пусть Хотя Мечты Остаются Вам Очень Плохо Мечтайте О хорошем Вашим Близким Очень Плохо Сложите Руки И попросите В своих Мечтах Пусть В их Жизни Тоже Все Будет Хорошо Мечты У нас Украсть Нельзя Но Темный Мир Так Устроен Что Он Мечтай Только О плохом И Начинается Человек Чаще Мечтает О том Что Был Плохо Чем Мечтает О том Чтобы В его Жизни Что Небудь В лучшую Сторон Изменилось Знаете Хороший Человек Мечтает О том Что У детей Жизнь Была Хорошая Плохой Человек При Плохой Жизни У детей Мечтает О том Что Был Плохо Это Особенность Так Многие Люди Даже бы у него ах ты сволочь там негодяй так далее а как я мечтаю вот знаете у меня есть друг такой который живет в вашингтоне я когда-то у него вот когда война началась я ему говорю ну что неужели вот посмотрела каких-то этих пропагандистов и там пропагандисты вот весь мир долю думает только о том чтобы разрушить нашу россию и мы там всем поперек горло и так далее неужели это так звоню и говорю послушай а что действительно так он говорит ты что об этом никто не знает здесь вообще нет такого русские там или еще кто-то вообще никто не заморачиваться они не интересны многие американцы до сих пор считают что россия это место в лесу где ходят медведи и учокнутого карлика в руках находится кнопка от ядерной бомбы поэтому все переживают из-за этого вот так к этому относятся и там кто-то мечтает о том чтобы у кого-то было плохо так вот многие люди есть такие люди которые мечтают о том чтобы кому-то сто процентов было плохо а мне хочется мечтать о семье вот я сегодня мечтал что свою жену повезу куда-нибудь и вот с ней буду по пляжу ходить она в белой юбке я буду вместе с и буду ей любоваться возьму своих детей они будут рядом со мной бегать знаете как это приятно мечтать об этом я ходил вот по двору и какое-то время перед тем как начать вести этот вебинар и думал об этом да сейчас невозможно скорее всего и на следующий год возможно невозможно но знаете как приятно помечтать об этом а есть люди которые мечтают только о плохом с утра до ночи с утра до ночи что будет и это выглядит так вот мне сделали эти плохие они на меня повлияли это так чтобы ему было плохо собаки вот негодяйка еще об этом еще так посмотрю но сволочь негодяй это а где же ты а ты нет скажите имеет ли какое-либо значение говорения перед сном спокойной ночи нет то что вы говорите не имеет значения почему это сделано дело в том что для детей очень важно понимание того что они нужны когда ребенок ложится спать он подсознательно не может отключиться потому что на протяжении дня взрослые ругаются или у взрослых что-то не так и ребенок может начать думать что он является помехой для своей семьи у него может появиться ощущение что он не нужен своей семье почему но мама работает там деньги зарабатывать папа работает там деньги зарабатывает что-то там все делают а он маленький знаете у некоторых людей это очень долгое время не отключается и они потом не могут спать то есть взрослые легли спать а ребенок лежит и думает вот я ненужный наверно мама там не обращает внимание почему не обращает некогда то стирка то уборка ту нужно думать о жизни у папы тоже там наработался пришел домой лег спать там не думает о том что ребенку уделить внимание а ребенок не каждый раз может лечь и подумать может быть я ненужным и вот для того чтобы дети понимали что они нужны что они нужны что они часть этой семьи что они важны для этой семьи что они не просто там проживать или какие-то вот поэтому и говорят спокойной ночи приходят к детям говорят спокойной ночи говорят спокойной ночи всем близким ну и желают друг другу спокойной ночи ну это в очередной раз признание того что человек как бы говорит условно ты для меня нужен ты мне важен покойной ноте страхи почему нельзя много читать страшного думать о страшном переживать о страшном чем больше людей боится тем больше привлекается энергии тьмы энергии мертвых они следят за тем чтобы справедливости не было никогда именно поэтому я все время говорю не обращайте внимание на то что вы боитесь говорите себе слова бог меня создал для того чтобы я не боялся бог меня создал для того чтобы я жил а жить это значит жить жить не подразумевает бояться живите творите создавайте создавайте семьи создавайте чувства пробуйте заниматься бизнесом пробуйте предпринимать Пробуйте это делать не путем разрушения других людей, а путем созидания. Ведь есть два пути, отобрать и разрушить. Второй путь – созидать, построить. Видите, как могло бы быть все иначе. Если бы страна, которая называется Российская Федерация, построила бы такую страну, которая была бы похожа на Дубаи, то силы искать тех стран, которые бы хотели к ней присоединиться, не нужно было бы. Все бы хотели и стремились жить. Смотрите, Америка никого не хочет, но все хотят туда ехать и хотят там жить. В Англии никто не хочет жить, но на самом деле все туда стремятся и хотят там жить. Во многих странах есть такое, что туда стремятся и хотят там жить. Почему? Потому что руководители страны сделали все для того, чтобы страна процветала, и они в большинстве стремятся к тому, чтобы не дать всем людям туда приехать и жить счастливо. Что мешало стране с такими богатствами создать? Прекрасные дороги, прекрасные условия. А бы нет денег. Как же нет денег, если на территорию Украины отправлено 4 тысячи ракет? 4 тысячи ракет умножьте. Каждая ракета по 10 миллионов, это миллиарды долларов. Ведь в детских больницах у меня есть друзья, которые работают в детских больницах, в педиатриях, где нет кондиционеров, где в помещениях находится по 10 коек, где в коридорах лежат дети. Понимаете? Это в стране, которая заявляет, что она защищает. Кого защищает? Надо защищать детей своих, надо защищать инвалидов, надо защищать дороги, надо строить школы, делать институты бесплатными. А так руководители своих детей обучили где-то за границей, купили им там что-то и так далее. И там они плохие, а мы плохие. И вот на это все смотришь, конечно, это все шокирует. А это два пути, знаете. И два пути это построить сверхдержаву, в которой будет хотеться жить, или попу черного человека, в которой никто не хочет, но которая хочет всех сажать, знаете. Живите с нами, у нас лучше. Ну, чем лучше, у нас не хуже. Но у нас лучше, ну не лучше. Ну и начинается, а мы придумаем, что лучше. У вас вот это, у вас вот это. Но это придуманное, на самом деле этого ничего нет. Конечно, чем больше людей боится, тем больше привлекает энергии тьмы. И вот эта энергия тьмы, она, конечно, не создаст справедливость никогда. Два пути есть. Это путь созидания. И путь созидания, он связан еще и с элементом культуры. Культура – это созидание. Культура – это когда человек не матерится. Знаете, до чего дошло. Смотришь программы какие-то, а там самые смешные программы – это где все время обсуждения писи-попы и мат через мат. Поздравляю. Поздравляю. А куда делся интеллектуальный юмор? А почему его нет? Потому что есть алкоголь. Есть алкоголь, есть оскотивливание, есть страхи. И есть рабское служение управляющей власти. И выход этому есть. Какой? С себя начинать нужно. С себя. Нужно становиться человеком и воспитывать своих детей в культуре. Воспитывать в том, что нужно уважать землю, уважать себя, уважать окружающих людей, уважать своих работников, уважать. Нужно к ним хорошо относиться. Нужно думать об этом. Да, все начинается с поцелуя ребенка, с возможности промолчать, когда хочешь кого-то послать, даже если очень сильно хочется, контролируя то, что тебе не хочется быть такими, как все, негодяями, хапугами, сволочами и так далее. С себя. Возможно, это создаст пример беспрецедентный, когда за счет людей может измениться все общество. Андрей Андреевич, помогите, пожалуйста, появилась опухоль. И каким образом убрать? Ну, раз сегодня эзотерический такой семинар, то такой очень необычный есть метод. Он тоже эзотерический метод, фактически от любых новообразований и опухолей. Я его раньше использовал, этот такой вот, наверное, обряд, можно сказать. Это обряд со спичками. Когда ко мне, я когда-то в Виннице принимал людей, и очень много людей приезжало. И вот липомы, какие-то родинки, новообразования, все, что вылазит из-под кожи, очень часто я использовал такой метод. Я брал спичку, человек показывал, у него там нога болит, там где-то что-то вылазит, косточка или там где-то бородавка или еще что-то. Я брал спичку и говорил, зажигало, говорил, как дал, так и забери. Тушил и горячей спичкой прикасался вот к этому месту и бросал ее, эту спичку, в воду. И так делал несколько раз. Обычно, потом человеку говорил, ты видел, как я сделал, да, делай дома. И у меня была такая женщина, которая потом сказала, Андрей Андреевич, я дома это делала, каждый день брала спичку, зажигала, тушила. И потом теплым прикасалась под грудью, было у меня новообразование. И это новообразование исчезло. Андрей Андреевич, огромное спасибо и так далее. Опять-таки, хочу сказать, это не панацея, с чем это связано, неизвестно. Ну, таких вот, наверное, удивительных методов, их миллион, люди их придумали, это не мое ноу-хау. Тем не менее, вот от меня вам такой презент. В вальгус можете сделать, в грибок можете сделать, в какой-нибудь там липому, если она у вас есть где-то, ну и так далее. Опять-таки, люди же так устроены, как ни говори, услышат свое. Не тушить об свое тело, потому что в дальнейшем будет ожог. А потушить, не дуя на нее, вот так шик-шик-шик. И потом горячим головкой вот этой прикоснуться к телу, сказать, как дал, так и возьми. И после этого бросить в водичку. Водичка потом выливается, я просто выходил на улицу и ее выливал там какой-то, вот какое-то дерево. Вот сейчас вы спрашиваете там, буду ли я замужем, там выйду ли я замужем. Кто вы? Кто вы? Я вас знаю, почему вы решили, что вы можете мной пользоваться. Кто вы? Кто вы? Правда, скажите мне, откуда вы меня узнали? Прошли ступень у меня там. Пользуйтесь моими технологиями. Кто вы? Я вас не знаю. Почему вы думаете, что я должен вам отвечать на ваши вопросы? У меня есть сайт, он называется duiko.guru. Там есть вебинарная комната. Хотите задать вопрос, зайдите туда, нажмите на кнопку, которая называется поблагодарить. Отправьте деньги и после этого задайте вопрос. А так не будет. Подскажите, пожалуйста, мужчина. Ну, а как хорошо вы пишете в школе. Ча не учились или че? С которым живу. Говорит, что хочет жениться. Подскажите, какой период благоприятный? До ноября благоприятного периода нет. Потом в ноябре 11 число. В декабре 9 число. В январе 10 и 9 и 7. В феврале 3. Как вы видите, Украина сможет вернуть Донецк. Донецкая и Луганская область будет Украиной. И Крым будет тоже украинский. Как бы это не было печально. Я об этом говорил уже в 2004. Я говорил об этом, когда Крым забирали. Я говорил, какая разница, заберут или нет, он будет все равно украинским. Поэтому не заморачивайтесь. Это будет украинским. Да, я понимаю, что это не нравится. Так вам-то какая разница, слушайте. Андрей, Андрей, спину будто пчелы кусают, а боль ушла. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Каким методом змусите людину сказать правду? Вечеваю, что моя кохана людина меня обманю. Щиро дякую за ответ. Не надо, чтобы делали вам, говорили правду. Скажите, вам нравится то, что человек с вами живет и радуется, и вы радуетесь от этого? Человек живет с вами и радуется от этого. Живите с ним и тоже радуйтесь. Живите и радуйтесь. Не надо, чтобы кто-то говорил правду. То, что человек живет с вами, спит с вами, думает о вас, ест с вами одну пищу, это говорит о том, что есть между вами сейчас любимые хорошие отношения. Что от того, что вы узнаете неправду? Вы ищите повод для того, чтобы разорвать отношения. Я понимаю, найдите один повод для того, чтобы эти отношения сохранить. Каким образом? Вот что нужно спрашивать. Андрей Андреевич, как привязать человека, чтобы он только меня обожал, чтобы не искал поводы? А как вообще люди разрушают отношения? Вот они ищут поводы, как вы. Вот там 100% моя любимая, она 100% что-то от меня скрывает, кого-то любит, кого-то ищет и так далее. Потом претензия, от тебя воняется, рта не так пахнет, ты хромая, ты больная. А ну выровняйся и там все, ты меня не любишь, мне не говоришь, меня не трогаешь и так далее. Ну и это все, знаете, судья и подчиненный. А вместо этого нужно наоборот, если бы каждый день вы произносили, ты мой цветочек, ты мое солнышко, ты моя рыбка, ты моя любовь. В течение дня отправляли бы сообщение, ты моя любовь, как дела? А вот Пушкин, а вот Махатмаганди сказала, что самое главное, чтобы в сердце кого-то была любовь и так далее. А там какую-то смс-ку отправить, а вечером какой-то подарочек принести хотя бы раз в неделю. За ручку подержать, знаете, не только претензии. А какие эзотерические практики? Ну, когда не видите близкого человека, мысленно его обнимайте. Когда разговариваете по телефону, представляете, что он маленький. Делайте все для того, чтобы наоборот сохранить. А так, Андрей Андреевич, как заставить сказать правду? А вам зачем? Он же любимый. Скажет правду, разойдетесь. Вы готовы к этому? Что с этими людьми? Не понимаю. Андрей Филонов. Я инвалид первой группы неходячий. Стал сильно худеть и судороги меня мучают днем и ночью. Скажите, пожалуйста, я поправлюсь из Казахстана. И есть у вас офисы? В исламе сказано пророком Мухаммедом следующие слова. И сказаны такие слова. Там сказано буквально следующее. Если человеку, который исповедует ислам плохо, начните поститься. Первый пост нужно совершать во вторник. Второй пост человек должен совершать в пятницу. Это пост просто, когда человек ест только воду. Больше ничего. Второе. Используй два растения, которые могут поднять человека, даже если он не ходит. Это черный тмин. Или черный тмин. Сделайте из черного тмина кашу такую. Добавьте оливковое масло. Каждый день съедайте. Столовую ложку 2-3 раза в день. Не масло черного тмина, а именно пасту из черного тмина. Если перемолоть, оно и так пастой будет. Четвертое. Каждый день ешьте чеснок. Одна, два, две дольки чеснока. Режете на 4 части. Как можно чаще едите. Это тоже пророк Мухаммед сказал. Я могу сказать, что вас поднимет, если вы будете кушать еще и соленые огурцы. На протяжении дня соленые огурцы. Начинайте с одного, но увеличивайте. Чтобы два-три. Не сильно соленые, такие обычные. Ну и не магазины, и желательно домашние. И вас это сможет поднять. И пожалуйста, от меня вам вот такая помощь. Не могу пристроить в хорошие руки собаку. Просят делать просад. Делал на масленцу блины. Ушли на ура. Собачка до сих пор у меня. Собачка вас любит. Знаете, как тяжело собачке? Что и блинов недостаточно было. Собака вас любит. Знаете, то, что вы не любите и хотите отдать, ладно. Готовы ее отдать и предать. А вот собакой что делать? Знаете, она-то вас любит. Вот знаете, у собак тоже бывают такие сильные мысли, что они не готовы, чтобы их кто-то отдавал. Собака может иметь такую силу, что очень сложно ее кому-либо отдать. Можете сказать книги по типу Пхагавадгита. Отсекая надежду и страх и так далее. Но Пхагавадгита, это Пхагавадгита. Великолепная книга, мне очень нравится. Отсекая надежду и страх, написала Мачиглабдон. Читайте, интересная книга Мачиглабдон. Есть переводы интересные вообще. И Пхагавадгита есть интересные, много есть интересных книг. Какую задачу вы ставите? У вас задача какая? Найти что? Есть книги такие, там, Каноны удачи Лао Цзи, Там, Дао Де Цзин. Дальше есть книги, это цитаты Мао Цзи Дуна. Кстати, одна из самых популярных книг. Очень рекомендую, интересная книга. Есть очень много книг, вообще, прям аж голова закружилась. Есть, мне очень нравились книги в свое время, Таких, наверное, российских психологов. Есть такая книга, редкая. На какую тему? На эзотерическую. Вводите в интернете эзотерические книги, начинайте читать. Можно ли делать просадные излучения панических атак? Нет, нет, панические атаки, они не связаны с просадом. Это вас никто не терзает. На самом деле, панические атаки, их несложно вылечить, если увеличить количество употребления йода. Принимайте что-то для печени, принимайте йод панические. Принимайте, возможно, там, для того, чтобы спать, есть препараты для сна. Допустим, можно использовать какой-нибудь там, квитерон, сироквель. И со временем вот эти, флуоксетин, со временем вот эти проблемы исчезнут. Есть очень хорошие психиатры. Обратитесь за помощью к психиатру. Он, согласно протоколу и вашему заболеванию, поставит вам правильный диагноз. После этого правильно вас в домашних условиях полечит. Вы заметно начнете себя лучше чувствовать. А так я вам советую, вы сейчас пойдете в аптеку, вам без рецепта не продадут. Или препарат не подойдет. Вот, это ж не гоп-стоп, это психиатрия, знаете. Есть панические атаки, зачем вы терпите? Это все можно вылечить. Доброе время, уважаемый Андрей Андреевич. Как хорошо слушать ваш совет. Спасибо. Ну что ж, такой вот хороший получился у нас вебинар. Искрометный, можно сказать. Предсказание о войне в Украине, говорит Виктория. Вторая обновленная ступень 2018 года. Время 1.41.15. Андрей Андреевич говорит о детях, родившихся в 98-м году. Когда им будет 18-20 лет на территории Украины, будут идти военные действия. Это 2011 год. Нет, не 11-й, а 21-й. Здравствуйте, мужчина, с которым живу, говорит, хочет жениться. Ответил, когда период этот. Муж второй год работает в Ахтово. Работы рядом с домом нет. Без него тяжело. Могу ли я помочь найти работу рядом с домом? Конечно. Конечно. Складывайте руки и говорите, ты мой любимый муж. Пусть каждые двери для тебя откроются. Пусть огромное количество работы у тебя появится. Представляете, будто видите в зареве, таком огненном, золотым своего мужа, который стоит на троне. С правой стороны солнце, с левой стороны луна, а перед ним рассвет. Яркая белая дорога. А он в виде красивого юного манджушри на коне, который одет в золотые одежды. И у него тысячи рук. И в каждой руке он держит какой-нибудь предмет. А вы произносите «Омдуале-дуале-дзунди-соха», «Омдуале-дуале-дзунди-соха». И ваш муж найдет тысячу видов работы. Муж потерял обручальное кольцо. Если потерять обручальное кольцо, страшного ничего нет. А если подарить, страшное есть. Когда теряет, страшного ничего не происходит. Дриен Дреевич, эзотерический обряд от седины. Зачем вы делать не будете, все равно. Самый простой обряд от седины – это краска. Идете к парикмахеру-колористу, он выбирает краску, красит вас. Зачем? Что вы придумаете? Дайте эзотерический обряд зубы растить. Стоматолог быстрее и выгоднее. А так, есть уже седина, покрасьте ее. Не заморачивайтесь. Я могу сказать, что начал принимать танталы панкресор, и седина поуходила. Видите, вообще седой был. Не было ни одного уже черного волоска. Итак, еще раз приглашаю вас на свой сайт, который называется «Дойко Гуру». На этом сайте вы можете ознакомиться с информацией, которая посвящена моему семинару «Обрядовая магия», который пройдет на следующей неделе. Во время данного семинара «Обрядовая магия» я буду объяснять, каким образом помочь человеку начать работать в обрядовой магии. И по просьбам телезрителей скажу, как там работает свеча, или как выкатать яйцом, как гадать на Библии. Ну, если хотите. На самом деле, это не совсем для меня интересная информация. Но я все это умею делать. Далее объясню, как сделать так, чтобы карты показывали то, что нужно. Как сделать так, чтобы человек пьющий с помощью обрядовой магии сделать так, чтобы не пил. Как сделать так, чтобы мужчина не бросил, если ушел, как заставить, чтобы пришел и так далее. Поверьте мне, все интересно, и это не так, как вы можете вычитать в книжке. Как проводить сложные обряды с призывом пятиклассов или семиклассов духов. Как провожать духов, там куча всего. Очень интересно, как очистить землю, как найти подклад. Вот такие вот нюансы все расскажу. Как сделать алтарь. Интересная информация. Продолжение следует... Вы сказали мне применять Квитерон, Сираквель, их в аптеках нет. Это препарат тибетская формула? Нет, это препарат медицинский. Препарат тибетская формула называется Серантал Паставит. Что желательно жениться? Я принял решение жениться. Я вас с этим поздравляю. Ну что, я желаю всем успеха, радости, счастья, любви. Пусть в вашей жизни все будет хорошо. Пусть у каждого из вас. Вас пусть любят ваши дети. Пусть у вас в жизни будет только здоровье. Пусть каждый, кто не ходит, поднимется. Пусть у каждого, у кого не получается зарабатывать, появятся возможности. Пусть дети вас начинают обожать. Пусть вы начинаете обожать детей. Пусть к вам тянутся. Пусть у вас появляется материальное благополучие. Пусть в доме будет любовь и взаимное уважение. Пусть всегда в сердце царит только тепло. Находите в себе возможности быть добрыми людьми. Переходите на путь света. Становитесь добрее. Становитесь гуманнее. Становитесь культурнее. Становитесь добрее, теплее. И занимайтесь воспоминаниями. Мечтайте для близких. Мечтайте для хорошей жизни. Переходите на сторону света. Не мечтайте о плохом. Не занимайтесь ненавистью по отношению к другим людям. С вами был Андрей Дуйко. Эзотерика по пятницу. Здоровым быть легко поможет вам Дуйко. Это другой вебинар, который я провожу во вторник. Этот вебинар можно назвать так. На какой ты стороне? На стороне света или на стороне тьмы. Выбери свою сторону и проживи по-другому. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...